Извините, вот скажите, у нас на форуме, на портале разместили люди какую-то информацию по поводу, что здесь застрелили собак, или собаку, значит, вот можете как-то пояснить, что это такое? Я ничего не могу пояснить, потому что мне просто позвонила соседка и сказала, что товарищ один застрелил собаку. Все, поэтому это нужно ехать разбираться со старостой, который это видел, и дамой, которая вызвала милицию. Он местный житель? Местный, местный, он здесь живет, да, у него дом. Вот у нас кто-то написал на форуме, что здесь застрелили какое-то животное, то есть собаку. А был вообще такой случай? Да, да, да. А вы сами здесь староста? Да, вроде бы как бы да. Ага, я понял. Ну а что вы можете пояснить вообще? Это было, я как раз только подъехал, ну к своему дому, вот, слышал выстрел, и собака заскулила. Ну вот, и я как-то, ну не придал значения, потому что у него смог, как бы собаку, ну мало ли. Потом до второй раз выстрелил, и все. Позвонила вот эта женщина, соседка Аборита, она сказала, что ты слышал выстрел, говорит, да, и она говорит, я пойду туда дойду. Я потом с ней разговаривал, она говорит, там получилась такая работа, как по ее слову, у Стешкова у нее все огорожено, все огорожено. А рядом работают ребята, как она говорит, ну строят. И они чуть-чуть там собачку какую-то подкормили, и она, ну, приходила туда. Он говорит, он, кто не он, взял ее за стрелку и сказал вот ее слова. Всякая шавка здесь бегает, мол, там типа того, что, я не знаю, это ее слов такое. А дети или кто-то, вот, а вы сами видели эту собаку? Я не видел, я не подходил, она сразу пошла туда, я говорю, она, говорит, посмотрела, она, говорит, еще живая, и мне, говорит, плохо. Рита, говорю, какая хоть она там цвета-то, ну, как бы так вот определить, здесь у нас погранцов есть, Цезарь, да. Она, говорит, в таком состоянии была, я, говорит, даже не помню, вот это ее слова. А я понял, а у этого, кто застрелил, у него есть дети? Да, 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 у него две девочки и сейчас и внуки у него уже. А они здесь живут? Да. То есть они с ним находятся? Нет, дети нет, не находятся тут, но на летом все время тут, вот она, выходные, тут была. А вот 12-го числа дети были здесь вообще? Нет, по-моему, это было на неделе, это не было. Не было детей? Я не знаю, не буду вам говорить, я не подходил. Понятно, ну, а дети приезжают только на выходные? Ну, они вот были, так и на неделе приезжают, ну, вот и летом так они постоянно тут, как бы так. Просто хочется узнать, была ли опасность детей, что вот если собака, вообще опасная ситуация была или... Ну, как вы знаете, если вы знаете, даже закон для охотников есть, населенные пункты стрелять нельзя. Здесь, ну, не дай бог, отрекать шетит или что-то еще. Я не то, что там вот, ну, кто-то пошел посторонним делать такое, если он в первую очередь не застрелил, не застрелил, ну, как он там такой охотнику, поймите правильно. Я не то, что там, ну, это вот у меня собака болела, мы приехали к ветеринару, Виталий сделал укол, овчарка все, ну, вот, усыпили и все. И при том, не бедный человек, копейка есть, если так, он же за чистоту вот это вот хочет, как бы, сделать. Было, я понимаю, когда там своры собак, там, да, действительно, дети там, они опасны, как бы так. Но здесь одна собака, ее даже вот, у меня супруга не знает, ну-ка, вот, что бегала, такой опасности никакой не было. И причина никакой, вот эта жестокость, она не должна быть такая. Я не могу сказать, я просто, как бы говорят, в шоке, вот, просто неприятно. У нее собака до этого была своя, ну, как вот можно, ну, ты же не бог, ты же не можешь распоряжаться, взял жесть или не взял жесть. При том, в населенном пункте, не знаю, для меня это дико. Мы слышали, что здесь застрелили собаку, как-то на днях, 12-го числа. Что-нибудь слышали об этом? Нет, ничего не слышали. Не слышали? Осторожно грызлась собака. Точно. На форуме люди местные, я так понял, ваши, написали комментарии о том, что застрелили собаку, и которая, вроде, никому зла не делала. И вот можете как-то пояснить, что вообще произошло? Произошло что? Я приехала с города, где-то, ну, где-то полпятого, 12-го числа. Готовила еду, выпустила свою собаку вот на территорию здесь. Раздается выстрел. И просто, как это хоть и звучит, конечно, глупо, нечеловеческий крик. Как она кричала, собака, это даже не описать. Сначала крик, виск, она продолжает визжать. Я выскочила за своей, моя в дом несется. Я стою и ничего не понимаю. Думаю, сейчас позвоню Славе. Второй выстрел. Опять такой взвизг, и она тише, тише, тише. Я выключаю все свои конфорки. Позвонила Славе, он говорит, слушай, это у Стешкова, говорит, стреляли. И я оббегаю туда, на эту стройку. Там строители спрашивают, что тут происходит, что за стрельба. Они, мы ничего не слышали, мы ничего не знаем. Я говорю, вы находитесь в доме, стреляли у вас. Я в своем слышу. Прибежал Стешков, покрыл Матова, сказал, что да, я застрелил. Шныряло, надоело, тут кастрюли все обшныряло. И было это вообще не на его территории. Вот его дом, вот его забор, рядом он строит дом кому-то, не знаю. И вот на строителях. Видимо, как мы предположили, что строители ее прикормили. Ну, а ему просто надоело. Просто взял ружье и застрелил. А скажите, у него есть дети, внуки, маленькие дети какие-то в это время находились? Дети у него есть и внуки есть, но сейчас они бывают крайне редко. В этот день не было. Естественно, во-первых, сейчас холодно, жить у них негде. Их дом в полном еще только начальном строительстве. Там у них какой-то летняя какая-то времянка, никого там не было. Так он, а какие дети? Это он уже потом при милиции говорил. Мне он просто матом послал, сказал, иди отсюда, иди отсюда. Что ты тут делаешь на чужой территории? Я говорю, ты почему вообще стреляешь на селеном пункте? Ну, что хочу, то и делаю, сказал он. И собака это надоело. Собаку я просто... Господи, каждый раз, когда подхожу к этой теме, всегда мне это очень тяжело. Потому что, когда они сначала отпирались, я там умудрилась сделать шаг за их бытовку, глянуть. Собака билась еще вся в крови, в агонии. Потом подъехал мой муж, он ее более подробно, собаку рассмотрел. Я смотреть ее, конечно, не могла. Потому что вот это все... Мне очень тяжело, всякость. Беспредел. Вот и все, просто беспредел. Взять ружье, выйти стрелять. Я не знаю, для меня это полный беспредел. Жестокость, какая-то бессмысленная жестокость. Как я считаю, что не хочешь прогонить. Не хочешь, что вот... Для чего приходят бездомные животные? Для чего пожирать? Пожирать. Только с голоду может прибиться бездомное животное к человеку. С дури пришла сюда. Не к тем людям. Вот и все. А могла быть она агрессивная? Вы слышали какие-то лайды? Нет, конечно. Если бы вот как это... Вот они разговаривают на стройке, я слышу их разговор. Вот он тут постоянно то со своим зятем, то с ними я их разговорну. Хоть бы какой-то лай, хоть бы какой-то крик там пошла. Хоть бы что-нибудь прогнать. Да и потом, это прогонять для чего? Это было даже не на его территории. Можно сказать, вот просто не огорожено, вот просто вот улица. И все. Даже не на его. У него есть забор. Все. Детей никаких не было. Я могу это вот просто подтвердить. Никаких. Как бы он сейчас не пытался это врать. Не было детей. Были бы дети, так я не знаю. Он бы, наверное, ее четвертовал. Не было детей. Да он вообще хихикал стоял. Причем тут дети? Он сказал, что хочу, то и дело, иди отсюда. Как вообще происходило? Вот вы услышали, куда вы сразу же пошли? Бегом туда на стройку. На стройку. А вот можете показать, как это было? Ну вот выскочила с ворота, побежала вот туда. Немножко дорога за вот этим красным дому. К этой стройке проход. Там прям дорога. Бегом на стройку. А там эти два вагончика. Один маленький, один большой. Как туалет. Ну, два вагоника примерно одинаковые. А собака ли? Когда я прибежала, было за первым вагончиком. Она еще когда была в вагоне. Собака. Когда уже милиция приехала, мы туда ходили. Там сунулись, там замыто была кровь, ее не было. Ну, убрали. А потом у меня муж прошел дальше, они просто дальше туда затянули. За другой, за второй вагончик. Здесь у нас информация такая есть, что здесь кто-то застрелил собаку. Вы знаете что-то? Ну, это я знаю, да. Это Стешков застрелил. Я как раз кроликов кормила там с собакой мы пошли. И вдруг такой выстрел. Собака заезжала. Она так визжала, собака. Я испугалась, прибежала сюда. У меня муж за гаражом песок выгружал. Потом я добежала, слышу второй раз выстрел. Собака взвизгнула и все, и затихла. Ничего, просто слышали? Нет, я туда не ходила, я боюсь. Я очень, конечно, была в стрессе. Мне было страшно. И я поэтому не пошла туда. А может быть вы слышали какие-то крики детей? Может быть дети у них были в это время? Не было никого вообще. Эту собаку, видать, подкормили рабочие. Я ее даже в глаза не видела, эту собаку. Она никогда по деревне не пробегала. Никогда ее не было. Что за собака? Откуда она взялась? Ну, то есть, здесь у вас рядом все. То есть, таких каких-то, что дети кричали, ругань какая-то. Ничего не было, да? Что рычание собак, лайк. С детьми, во-первых, они гуляют во дворе. Собаку они застрелили, как Рита говорит, вне двора своего. У них там же забор он какой, вряд ли. Если они гуляют, то они гуляют с бабушкой, с мамой, дети. Я вижу по дороге, они в другой раз гуляют. Но они работают, поэтому они приезжают только в выходные дни. А вот что случилось, я не знаю, что его стремозило так, застрелить собаку. Понятия не имею, он сам собаку держал, у него тоже собака бегала по деревне, никто же ничего, и я не знаю. Здравствуйте. О, о, здорово. По собачке там подбирать. Ай, собачка. Я просто брал интервью, я брал интервью, про все стороны. Возле какого-то вагончика, что лежала эта собака. Вот здесь это было. Вот около вагончика, вот здесь. А, здесь. То есть, ну, в принципе, застрелили здесь ее, да? Конечно. А, и здесь же закопали. Ее никто не закапал, она живая была. И она убежала, что ли? Ну, я к тебе знаю. По полюсу это приехала, она живая была. Да, они сказали, Алла, она живая. Да что вы, какая же... А я ушел. Да. Да, да. А что ж они так меняют версии-то, прям на лету? То она угроза была. Каким-то детям, которых тут в помине сейчас не находят. Я ему тоже самое скажу. Это какой-то ужас. Я, в принципе, когда стреляли, не видел. Когда же она мне позвонила, я уже проезжал в лагерь, что стрельба, и здесь это... Я когда подъехал туда, на участок, в принципе, собака лежала вся в крови, она не двигалась, в принципе, но единственное, что она дышала. И потом, когда вот приехала милиция, в принципе, мы пришли на это место с представителями органов, а собаки в это время не было на этом месте. Но потом, когда милиционер пришел, и мы давали показания, он сказал, что собака мертвая лежит там за бытовкой. То есть собака лежала в это время. Ну, вот я беседовал с хозяинами, кто стрелял эту собаку, они сказали, что вообще она была живая, и полиция так и написала, что собака живая, и она убежала. Но когда вы видели эту собаку, она могла убежать? Как она могла убежать? Она была вся в крови, в принципе, и она не двигалась, и это... Ну, практически она была мертвая, единственное, что да, она дышала. Собака никак не могла убежать. Это ужас, у меня аж вот так, наша собака ломанулась в дом, она продолжает визжать, второй выстрел. Она как бы опять такой взвизг, и такая, тише, 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 и все. А у меня все газ горит, я все выключала, позвонила вот Славе, он говорит, со стороны стежков. Я ломанулась туда, прибегаю, там эти строители. Ничего не видели, ничего не слышали, мы в доме, я говорю, вы в доме, у вас стреляют, собака кричит. Ну, строители что, не украинцы, боятся. Они сразу слиняли, прибежал зять, там типа, че надо, ну и че, ну было, прибежал Вова, покрыл меня матом, как я уже и говорила. Че, хочу, ты и делай, ты вали отсюда с этой территории, че ты тут делаешь, как он у меня. Я говорю, да ты че, распро, какая сам, ну и че, застрел, да она заколебала тут по кастрюлям шнырять. И я в этот момент, вот за этот угол, я просто чувствую, прям утром, глаза у этих бегают. И Вова такой нахихи, я за этот домик, и она лежит, да какое там она уже и так вот еле, кровища. Да нет, ну она уже, она вся в кровище, там была, она уже там недвижимая была, куда она убежала. Беспредел, вот и все, просто беспредел. Беспредел взять ружье, выйти стрелять, я не знаю, для меня это полный беспредел, жестокость, какая-то бессмысленная жестокость. Теперь, конечно, он может и говорить и на детей, и на все, потому что свое какое-то оправдание надо найти, я так думаю. Но такая жестокость, я просто не ожидала от него. Вот такой опасности никакой не было, и причина никакой вот эта жестокость, она не должна быть такая. Редактор субтитров А.Семкин